В зале заседаний районной администрации идут публичные слушания по вопросу о внесении изменений и дополнений в Уставшушенского района. Главный документ района необходимо привести в соответствие с требованиями 131-го федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и закона Красноярского края о внесении изменений в статью 2-ю закона Красноярского края. Перед слушателями с докладом выступает начальник отдела юридического обеспечения и муниципального архива администрации Шушенского района Светлана Ельцина. Более всего изменения коснулись статьей о порядке выборов главы района и осуществлении им полномочий на посту. В соответствии с законом Красноярского края о выборах в органы местного самоуправления глава муниципального образования избирается районным советом депутатов из числа кандидатов, представленных специальной комиссией по результатам конкурса. Полномочия главы района прекращаются досрочно в случае несоблюдения им ограничений, установленных 131-м федеральным законом. Председатель районного совета депутатов теперь будет избираться из числа вновь избранных прямым голосованием парламентариев. В уставе также указано, что Шушенская вновь становится поселком городского типа, а не рабочим поселком. Большинством голосов участники слушания рекомендовали поручить главе района Петру Сасину вынести проект решения на рассмотрение очередной сессии депутатов. На сессии местные парламентарии приняли решение о внесении изменений и дополнений в устав Шушенского района. Поправки в устав будут опубликованы в газете «Ведомости» и на официальном сайте администрации Шушенского района после государственной регистрации в управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. Мария Парилова, Руслан Гущин, программа «Южные горизонты».